Всем привет! Скажите, пожалуйста, а кто из Патерстана, из Плашкеи, вот сейчас здесь взяли? Примерно половины? Меньше, меньше, меньше половины. Я удивлю. Как бы, и самисис? Привет, друзья! Само! Сразу хочется ответить на вопрос, который будет в самом конце уступления для мистера Соколова. Я тоже не являюсь экспертом в нише построения сайтов, но тема у меня сегодня будет о том, как сделать сайт, основываясь на поведении пользователей и его целевой теории этого сайта внутри социальности ВКонтакте. Какое слово говорить? Все, сады. Еще одна, да. Вопрос, кто знает меня, либо сталкивался с Целебратарь, либо, пожалуйста, другую. Кстати, а как вам интересно, чтобы я говорил, или вот как бы в режиме обратной связи? Как вам? Окей, хорошо. В общем, подняли руку не все, где-то, наверное, треть или около половины, либо постеснялись, либо не знаю. В общем, есть ВКонтакте, в нем есть пользователи, которые оставляют себе огромное количество данных. Мы сделали инструмент, который все эти данные собирает, агрегирует, упорядочивает и дает возможность сделать классные аналитики. И некоторые понимания, фишки, благодаря которым весь маркетинг становится немного проще в каком-то контексте. О чем он шумит? Он говорит мне, да, тебе погромче. Нет, он все равно шумит. Он просто ловит звук. А с этой стороны всех девушек видно мне, а треть не. Ладно, я вот так вот буду. Вот, смотрите, запустили примерно 2 года назад, тема действительно была интересна. Мы сначала запустили как для себя, потом получилось так, что у нас очень хорошо работает, и начало большое количество людей подключаться. И не просто подключаться, а вот человек взял там некоторое количество скриптов, либо наши наработки. Потом говорит, Феликса, Комак работает. И сначала я, потом некоторая система техподдержки постоянно брала обратную связь. За 2 года работы мы собрали обратной связи порядка 100 тысяч, пользователи обработали порядка уже 35 тысяч. И то, о чем я буду выступать, это не только мой опыт, это мой опыт, опыт наших поддержки, наших контракторов и людей, которые работают с сервисом. Давайте следующий слайд. У кого есть сайт, либо кто занимается разработкой сайта, можете просто руководить поддержку, чтобы я знал, на кого ориентироваться. Скажите, пожалуйста, правильно ли мы ими патью и пользу, что как только идет речь о создании сайта для продаж, кстати, мы будем говорить только о сайтах для продаж, то довольно быстро встает вопрос о сегментировании входящего тратника на сайт. Ну, есть такое, это случается? Вот, да, точно так же, вот как бы человечек слева, это просто представитель целевой аудитории, кликает на рекламу, переходит на сайт. Давай следующий слайд. Тут мы сразу поняли, что просто давать на всех смысла не имеет, потому что если мы посегментируем, мы заметим, что кто будет хорошо конвертироваться, кто не очень хорошо. Простая, понятная мысль, верно? Я сейчас буду несколько простых понятных вещей говорить, потому что весь доклад это как бы некоторая фишечка, которая действительно из социальных сетей позволяет вам сделать сайт очень крутой на конверсию. Следующий слайд. Как только мы поделили весь трафик на сегменты, мы его выпускаем и понимаем следующую мысль о том, что для разных сегментов трафика нужны разные рекламы и разные посадки. Логично, верно? Это вот когда начинаются различные АБ-тесты и когда для каждого типа трафика у нас своя реклама и при переходе на посылки человек получает свой сайт. Грубо говоря, как это работает в реале. Человек видит в рекламе нечто, что ему очень близкое, такой, ой, это про меня. Кликает, и тут ему на сайте говорит, чувак, может про тебя? Вот, короче, вот такие вещи, вот они тебе помогут. Вот он такой, в чем пацанский, вот он реально, так же, как я хотел. Вот, и так на каждый тип трафика. Сейчас, секундочку. Есть некоторые, что там, могут по себе закрыть? Секрет информации будет. В общем, теперь я подвел, как бы, вот эту всю предысторию о сайтах и как они, вот, работают, чтобы конверт был получше. К тому, чтобы можно было ближе к социальным сетям. Давай следующий сайт. В любом хиппи трафика есть три типа подготовленности клиента к товару. Горячий, холодный, теплый. Согласны? Вот из всех обучающих материалов, которые я встречал, есть конверт монстр. Они занимаются сайтами очень долго, очень хорошо. У них есть объяснение температуры посетителя сайта. Очень хорошая, я взял туда именно три вещи, которые горячий, холодный и теплый. И вот на пример, давайте я расскажу, который мы дальше адаптируем под ВКонтакте. К примеру, кто такой холодный трафик? Это когда, это вот не все люди, которые ни о чем не знают, а вот мы их пускаем в этот трафик. А некоторый человек, у которого сформировалась проблема, и он уже думает, блин, а как в принципе такие проблемы решают? Грубо говоря, если я с утра просто просыпаюсь, говорю, я вот хочу по утрам кушать и чипи-чипяки, но вот просто хочется и все. А как это можно было бы решить? Я думаю, я могу либо сам готовить, либо магаз сходить, либо зависит от тариф, которая будет по утрам готовить. Вот, то есть вот, когда человек на таком уровне взаимодействия с какой-либо своей задачей, это вот называется холодный трафик. Следующий трафик теплый, когда он такой, окей, есть там пять вариантов решения задачи, давайте их сравниваем и посмотрим, что лучше. И вот когда он в этом режиме выбирает, что именно лучше, вот как бы ищет сферы решения задачи, которые будут наиболее ему близки. Если я с утра, например, брать, то это будет такой-такой, ну, тотальчик-то лучше, чем в кафе есть, и как бы сам готовить не надо будет. Третий тип клиентов – это горячие, которые уже определились с направлением решения своего типа задачи и уже просто, как бы, выделяют друг друга подрядчиков, которые будут разрешать их задачи. Либо подрядчиков, либо тех людей, которые будут предоставлять уступку, продукт и так далее. В данном примере здесь речь о том, что, я думаю, ну, тотальчик, так как можно познакомиться, либо на Сабангули, либо, ну, сказали ли это, либо диаспору в Петербурге. Фамилия-то Зинатулин тоже с тотальными, значит, как бы нормально взойдет. Вот, это, по примеру, вот, как аудиторию можно поделить по типам подогренности. Прежде чем пойдем к следующему, правильно, давайте, вот, мы немножко с вами пройдемся по тому, что вот из того было понятно. Представьте себе, человек приходит в спортзал, к тренеру говорит, я про тебя прочитал, а, нет, сейчас, это потом буду, давай, следующий сайт. Теперь адаптируем это под социальные сети, как себя ведут люди, которых можно назвать определенным типом трафика внутри социальной сети, вот, если исходить из того же примера, который я выше предлагал, холодный тип трафика. Это, когда я думаю, так, короче, хочу, пич-пич-мякинг, и начинаю искать вариант решения. Что это может быть? Я вступаю в сообщество татарской кухни, вступаю в сообщество... Что в этом было? Дай прошлый слайд. Ага, ну, татарский кафе еще, ну, в таком плане, сюда. Вот, теплое, это когда я уже такой выбрал, какой тип сфер мне будет разрешать мою задачу, и такой, ага, вот, сообщество, короче, кулинарии, и оттуда буду добавлять татарочек в клюзде. Вот это вот, когда я такие вещи проделываю внутри контакта, я уже теплый вид трафика. И третий, последний, когда я уже окончательно, буквально говоря, убираюсь от продайчика, это вот, когда я пролайкал в атаке, и те, кто мне ответили, там добавились взаимные, начинают с ними общаться, это вот я уже самый горячий тип трафика. Вот. Теперь с того, что я сказала, давайте, например, два примера расскажу, то есть реальной жизни, но посмотрим, хочется у вас распознать, как бы, все три типа поведения внутри ВКонтакте. Человек приходит к тренеру в спортзал, говорит, я про тебя почитал, я рассказал про тебя друг, якобы ты хорошо тренируешь, я посмотрел твой блог, ты вот, как бы, ну, много кого хорошо тренируешь, как моего друга, я хочу у тебя тренироваться. Это вот третий тип по поведению горячий, когда он уже всех посравнивал, все почитал, и буквально к нему пришел. Как вы думаете, чем этот человек внутри ВКонтакте интересовался на втором этапе? Ну, вот, обратился к друзьям, а реклама, в ВКонтакте, для тренеров. Ну, да, так оно и есть, он, раз в последний этап, когда он уже выбрал кого-то, значит, предыдущий, он выбрал из кого-то, значит, у него там была какая-то цепочка своих тренеров, либо блогов, которые он читал. Какая была предыдущая? Первая. Решал нужному тренеру. Нет, 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 смотрите, горячий, это когда я пришел к тренеру и говорю, я хочу тебя, я тебя уже выбрал. Вот, теплый, это когда я такой, так, я из ВКонтакте понасобирал под будущую задачу 10 тренеров, теперь я посмотрю, кого вот из них лучше подобрать. Это вот теплый. Холодный. Надо подключаться. Либо решил похудеть. Либо на пляж хотел похудеть. Какие еще? Интересуется способом нетренировок. Что? Интересуется способом нетренировок. Вступай во всякие там. Нет, когда им интересуется способом нетренировок, это уже будет второй, теплый, потому что он уже, как минимум, разрешил для себя, что спорт для него будет решением этой задачи. А не примерно хирургия, которая тоже поможет быть ему на пляже потом замечательным. Какой вариант. Ладно, это, в общем, реактивный был. А холодный чувак такой думает, я курю коллеги 3 года, и каждый раз, когда поднимаюсь по лестнице, и у меня дышка, и меня это очень сильно парит, надо что-то делать. Как бы это можно разрешить? Просто просто курить, либо заниматься спортом и так далее. Ну и потом у него такая цепочка пошла. Теперь еще один пример, чтобы закрепить, потому что это все очень-очень важно для понимания. Так. Ну вот человек приходит к какому-нибудь бизнесмену и говорит, ну вот все, хорошо, я покупаю, вот твой курс, хочу у тебя покупать. Это вот он горячий клиент. Кем он был на втором этапе, там, где он теплый? Что он делал внутри социальной сети? Сравнил. То есть он добавлялся в блоге к предпринимателям, добавлялся в друзья к предпринимателям, и так далее, чтобы у него подписка была, он угорелся и сидел, читал. Что было на первом этапе? Решил подзаработать. Решил подзаработать. А с точки зрения поведения ВКонтакте? Ну, посмотрел, какой же промаганец красивый. Вот у... Я уверен, что у многого количества людей, которые здесь сидят, это было. Это когда человек решил, ну, было бы клевое, но нормально зарабатывать. И вступает в сообщество, знаете, там такие записки миллионера. Сначала просто, да, вступают. Потом что-то как бы в голове, читай, читай такие, надо бы уже выбрать, чем заниматься. Ну, раз сегментировали там, кого из предпринимателей почитать. Потом он их выбрал, и такой, надо бы у кого-то уже по нормальному поучиться, и вот дальше идет. В общем, это действительно пример поведения, пример, как найти горячий, теплый и холодный клип драфика. Ну, типа так, и чего это нужно? Кто из вас сталкивался с задачами по типу... Чего-то у нас горячие клики закончились, как бы нарушили эту аудиторию? Круто как было? Че, серьезно? Да ладно. А у все умеют решать, да, горячий трех? Ну, как бы, нет, если нет, я вот читаю человеком, потом в кулуарах объясню. Сейчас дальше пример поставим. Вопрос не все поняли. Кто сталкивался с задачей примерно клиенты есть, 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 а потом раз что-то пропадают, либо они становятся из интернета очень дорогими. База интернета закончилась, да. Конкурент зашел. Нет, здесь все очень успешные. Все читают. Можно пытаться, что-нибудь сказать. Нет, это сейчас таки, как здоровье, и там есть автомат. Ладно, в общем, смс вопрос был примерно такой. Когда церебра появился, мы его сделали, это был инструмент только для таргетологов. Мы его запустили на рынок, и такие, смотрим по обратной связи, у всех все очень хорошо. Мы такие, блин, мы молодцы, мы сейчас будем миллионерами. Проходит несколько месяцев, мы думаем, а надо рынок посчитать. Сколько вообще таргетологов? И так мы считаем, что их всего там не больше тысячи. Мы такие, о, блин, короче, ну сейчас тут шопок будет. Ну, в смысле, все клиенты закончатся, что мы дальше будем делать? И после этого мы стали перестраивать и искать, вот, таргетологи-то горячие, кто тёплые, вот кем они будут, того, если они стали таргетологи-то холодные, и дальше вот расширять свою аудиторию. И сейчас пришли к тому, что у нас, допустим, паблик уже на, без пяти минут, 140 тысяч. Да, начинали с аудитории, со всего рынка, там, тысяча, двести пятьдесят человек, ну, было. Вот, давай следующий сайт, тут мы задержались. Сразу ещё такой вопрос. Когда я всё такое про сообщество рассказал, куда человек вступает, какая у него динамика внимания внутри ВКонтакте, которая отражает его, как бы, реальную жизнь. Кто-то может подумать, что, ну, да нет, как бы, я же не могу по пабликам сказать, на самом деле, чего человек интересует или не интересует. Я сделал с кореной моего друга, надо будет ему потом отправить фотографию с этой конференции, в группу, в которой он состоит. И вот первая часть – это самые нижние группы, в которых он был, то есть, знаете, как бы несколько лет назад. А правая – это вот самые верхние, которые вот сейчас. В красном я подчеркнул группы, которые относятся, знаете, к сообществу, чтобы, типа, затусить. Ну, там, барные, алкогольные, вечеринки, для рождения и прочего. Несколько лет назад он был студентом, он действительно постоянно плюсил. Сейчас у него жена, ребенок, он работает инженером, и вот у него, как бы, интересы совершенно сменились, он уже почти не пухает. Действительно, просто. Только встретился. Просто потому, в каких сообществах человек состоит, какие у него в топе, в которые он сейчас заходит, они действительно отражают его интерес. И те вещи, которые я выше говорил про горячую, холодную, теплую аудиторию, они очень реальны. Это, ну, проект не только у меня. Следующий слайд. А, ну, сейчас такая сразу небольшая типология. Под разные типы температуры аудитории логично, что должны быть разные ленды, верно? Ну, каждый из вас наверняка, когда поработали с сайтом, есть свое мнение на этот счет. Ну, вот я решил вам показать. Когда тип аудитории холодный, то есть, знаете, он просто сидит, подписался на срок, что по типу записки миллионера. Что там больше всего расходится по контенту? Помните, какой тип контента больше всего расходится? 30 фильмов успешных предпринимателей, 50 книг о том, как сделать миллион, 21, ну и так далее. Да, вот они расходятся. Соответственно, под них сайт делается такой же. Как бы, некоторая зацепка, которая просто собирает вид. А лед он потом будет отогревать через e-mail. Потому что, ну, холодный, он в лоб очень тяжело будет продаваться. Следующий слайд. Теплый. Теплый, помните, это момент, когда человек уже определился, пример, чем он будет заниматься, и вот он выбирает среди, как бы, конкурентов, точнее, конкурентов сфер, которые будут решать его задачи. Помните, да? Соответственно, на этом моменте, когда человек приходит на ваш сайт, у него вот плент с этими, как там, с яйцами, ну, как бы им говорят, с доказательствами, почему вот именно вы. Вот. Следующий слайд. Это вот горячий трафик, когда аудитория уже выбрала, как бы, некоторую сферу, которую будут ее решать, и они уже выбирают подрядчика, который будет это все равно решать точно. Соответственно, здесь нужны дедлайны, ну, просто дедлайны, фактически. Ну, знаете, когда акция, скидка, либо там, черная пятница, вот на них такая работает. Теперь следующий слайд. Вот. Это мы сейчас поговорили про ленды, про типа трафика, и теперь может возникнуть такой логичный вопрос, окей, мы прослушали про ленды, прослушали, типа, разные типы трафика есть, из контакта мы можем их распознать, типа, а как мы применим это, чем мы от этого возьмем. Какой-то появился такой вопрос, к чему это, как это вообще можно применить в жизни? Нет. В общем, давайте я расскажу, как это на практике помогает в жизни. смысл такой, у вас есть просто шаблоны сайтов, но вам же нужно, чтобы он сайтов забирать каким-то контентом. Согласны? Что-то написать такое, чтобы человек понял, что с ним разговаривают на его языке, чтобы у него какие-нибудь были привычные, чтобы он зашел такой, да и как дома, да вот, все понятно, здесь про меня, я захожу. Вот это мы будем делать. Следующий. Есть такой фильм, кто знает, как фильм называется? О чем думает женщина? О чем думает женщина? Да. Вот. Там смысл был примерно такой, был репанчик, у него был заказ на рекламу спортивной женской одежды, и для того, чтобы ему отработать какой-то заказ, чтобы его получить, он попытался вручиться в роль женщины. То, что он делал, у него не очень получилось, он потом упал в ванну, его пришел вот током, и он стал читать их мысли. Когда стал читать их мысли, то есть когда он не делся в голову, у него все получилось. Вот. Когда мы есть ВКонтакте, какие у нас есть преимущества? Следующий сайт. Тебяному как бы не нужно в ванну прыгать с током, мы можем просто подследить за тем, как наша целевая аудитория, либо средств нашей целевой аудитории ведет себя ВКонтакте, и тогда мы будем о ней реально все знать. Ну, как бы, довольно интимные вещи, о которых мы сейчас поговорим дальше. Следующий слайд. Почему? Ну, о каких интимных вещах может идти речь? Вообще все, что вы делаете ВКонтакте, кроме переписки, оно доступно всем. Лайки, репосты, комментарии, добавились друзья, удалились с друзей, написали какую-то новость, все это доступно. И все это можно, ВКонтакте дает возможность все это спать, какие как бы хранить у себя на компьютере по-разному сегнатировать, делать какие-то выводы интересные. Следующий слайд. Вот, что я, соответственно, идем. Следующий. Следующий. Я очень быстро нашел, да. Пример того, что мы делаем, чтобы знать про аудиторию, все. Мы берем какой-то средств небольшой аудитории, потенциально мы вдумываем, что как бы, либо это наша целеволюция, либо у нас есть база наших клиентов, либо мы взяли список клиентов, конкурентов нашли, загружаем их, короче, есть возможность посмотреть все сообщества, на которые эти люди подписаны. Логично? А, у меня все эти акценты, которые татарские, логично. Вот. Ну, согласны с этим? Можно посмотреть? Ну, как бы, это понятная вещь, просто не на всех не могу, так сказать, какие-то архитекты, называется. Короче, если есть список людей, можно найти все сообщества ВКонтакте, которые они подписаны. Когда у нас есть весь список людей, весь список сообществ, которые читает определенная наша целевая аудитория, и есть вот список нужных нам людей, мы можем из всего списка сообществ посмотреть, допустим, за последнюю неделю, вот, это наша целевая аудитория, в каких сообществах лайкала, комментировала, оставила репосты. Просто и мысли, понятно? Она просто и понятно, просто мы ее запрограммировали, действительно, что это можно так сделать, несколько кликов. Взяли, большое количество сообществ нашли, загрузили айтишники, и он за этот период времени показал, что ваша целевая аудитория сейчас постоянно тушит в этих сообществах. Когда здесь комментарий, когда здесь лайк, а здесь опостит. Что мы дальше все это делаем? Следующий слайд. Допустим, например, мы смотрим комментарии. Вспомните, пожалуйста, кто из вас в последнее время где ВКонтакте принимал участие в каком-нибудь жесточайшем диспуте. И вспомните, что именно у вас был в комментариях. Дело в том, что когда мы используем, не видно, что написано? Нет? Нет. В общем, был заказ на лиды для похудательного тренинга. Собрали некоторое количество людей, собрали лучшие комментарии. Знаете, бывают комментарии, которые набирают больше лайков, чем сам пост иногда. А бывает просто какая-нибудь обсуждалка интересная, куча комментариев, там все начинают стараться и говорить кому, что лучше на самом деле делать. Вот мы это все боремся и смотрим, что народ пишет. А народ пишет реально те боли, которые у них есть. Почему они хотят похудеть? Что этим даст? Или что в жизни отнимается, из-за чего они хотят выглядеть получше. Мы просто взяли, собрали из этих больших комментариев, просто взяли, просто вырезали фразы и вот идет. И давай следующий слайд. Из этих вырезанных фраз взяли, просто подоставляли, сделали пост продающей, ссылкой на вебинар по худалкам. И знаете, что получилось? Следующий слайд. Люди, которые приходили по ссылке на этот пост, у них был 0% подказов на сайте. Грубо говоря, человек видит в рекламе полностью все написано в его сленде, по его тени, а потом сниму это проблема. Ну, запускался реклам тоже по ним. Он такой, а, да, это про меня. И он перехватил на сайт, неслобно на сайте чтобы изучать, а просто перейти, чтобы уже залогинить, составить координаторы. первая штука. Дальше. Смотрите, к примеру, мы, я уже собрал аудиторию людей, которые посещали концерты группы «Луна». Понимаете, такая группа? А ты на это тоже с Москвой спитера, Вот. Есть такая группа, я посмотрел, в каких сообществах она в «Контакте» стоит. Вот в желтом указаны группы, которые в сообществе «Контакте», которые принадлежат либо пишут о творчестве группы «Луна». А оранжевым, как вы думаете, что такое «Оранжевым»? Это тоже сообщество объявленное. Это еще состоят. Ну, здесь все где-то состоят. Это «Борячий» такое, «Луна». «Мероприятие». Оказалось, что люди, которые входят на концерты «Луна», они, в принципе, любят ходить на клевые мероприятия. И после такой аналитики, я когда общался с некоторыми концертными директорами молодых групп, они расскажут такие вещи, но вообще очень правильно сейчас отстраивать маркетинг, когда вы делаете концерт в каком-нибудь очень интересном месте, поэтому 50% приходят фанаты, а 50% приходят новые люди совершенно которые группы не знают, они приходят туда, потому что клевое место, они любят по клевым местам ходить. Вот такие вещи еще доверить, которые делают. Следующая связица. Здесь мы, к сожалению, не прочитаем, но сейчас я попробую вспомню, что здесь было. Это про то, как мы через клевые комментарии можем находить очень интересные боли нашей целевой аудитории. Как вы думаете, какая может быть боль у людей, которые занимаются хендмейдом из кожи? сил не хватает и развлекает. Сил не хватает. Что еще? Материалы могут наносить. Материалы могут наносить. Что еще? Кому? Продать это не можно. Кому будет? Аллергия. Что там говорил? Нету сбыта. Нету сбыта. Место в парке. Место в парке. В общем, это действительно оказалась частая проблема у людей, которые занимаются делением из кожи. Я ее иногда находил, и она набирает огромное количество комментариев сразу же, как появляется тема, что с этим делать. Проблема у них такая. Они говорят, вегетарианцы? Мы из кожи делаем, мы сами рыбу идем, просто нам нравится делать из кожи. Они приходят к нам и говорят, типа едай, что вы делаете? У них реально такая проблема, они не знают, что с этим делать. Я тоже про них ничего не знал. У меня была задача в этот момент проработать некоторую аудиторию по федмейдеру. Когда такие штуки запустил, интересные вещи надо находить. Следующий. еще одна проблема еще одна проблема есть интересная. у хедмейдера очень интересная проблема. Хомбейдер говорит, у меня все мои изделия, они уникальны и ко мне постоянно стоят очереди людей. Прямо очереди людей все же. И у меня такая проблема, короче, я могу поставить все свои изделия на поток и тогда всех, кто ко мне в очередь дистолет, они будут удовлетворены. Но с другой стороны тогда все мои изделия будут неуникальны. Что делать? Клевая проблема. И вот примерно таким пассами вы можете находить реально что имя целевая аудитория, что у них в голове, какие у них проблемы. И через эти вещи заходите как в рекламе, так и в ответах на вопросы на сайтах, когда ваши люди глядят целевые аудитории будут на сайт. Ну, через это обыгрывать. Следующий пример, который помогает делать аналитика, это вот действительно прикольные примеры. Оказалось, что один из хороших сегментов, который очень хорошо, мне бы хорошо конвертировался на похудательные мероприятия были девочки-вегетарианцы, девочки-вегетарианцы, вегетарианцы, вегетарианцы, девушки-вегетарианцы, потому что они перестали есть мясо, а у них чего-то не хватало. Короче, перестали есть мясо, у кого-то этого не хватало, а у них стали сладко жрать. Стали сладко жрать, а у них такие, блин, они похудеют. Они еще викторианцы, они много кто из них агрессивный. очень сильно хотелось похудеть. Вот пример. Дальше, подсовщица Бачата, у нее по особенности проведения ваконтакте в сообществе и по-испанскому и в сообществах по одежде и фитнеса. Ну, как бы, вот такие штуки. Вот просто так иногда думаешь, когда вы смотришь на них, думаешь, ну, в принципе, это логичные вещи. Действительно, логичные вещи, согласитесь. А вы могли бы про эти штуки узнать, вы узнаете просто. А давайте по мозгу штурминам. Как бы, не получится, да, наверное. Следующий. Теперь смотрите, те вещи, которые я вам рассказал. то, что было по сайтам, действительно, реально очень клево. В контакте можно отслеживать изменения внимания людей от холодного к горячему драйфу. Можно этим вниманием управлять и можно расширять аудиторию. Мы это делаем через аналитику по «Склево в контакте». Вот те вещи, которые я рассказал, они могут вам показаться как бы немножко погуляющими. но кроме того, что есть самый инструмент, который помогает эти вещи парсить, у этого инструмента есть техподдержка, которая разрешает вообще все вопросы. Вы приходите, говорите. А, пример приведу. Мне еще есть? Без вопросов есть? Хочешь, чтобы тебе задоволен? Как с вопросами или мне криво пример привезти? Прямо нет. Вопросами. Феликс, все хотят. Ладно. Короче, очень клево техподдержку, приходите, он помогает все сделать и будут получаться вещи подобные вот как и здесь. Вопросы? Друзья, во-первых, аплодисменты. Денис, что вы хотите подавить и сразу нашли доклады. Денис, другая, спасибо, я уже вижу. Я видел, ты просто. Орел ты, соколов, сокол ты, орлов. Первый вопрос, и да? Спасибо за доклады. что я сражу с докладами и вижу, что сейчас здесь развивается, это здорово. На самом деле, вопрос насущный. Здесь очень много маркетологов, продвиженцев и у всех одна и та же проблема. Им нужны подрядчики. Так вот, подряд владельца, так сказать, бизнеса, который может уступок какой-то у нас купить, продвижение сайта, контекст, неважно, десятки видов, он очень может по своей психологии скутный быть, контакт. Он не подписан ни на какие-то бизнес-сообщества, ничего. Если зайти посмотреть глазами на его аккаунт, ничего такого общего, к чему можно привязаться вот так руками церепра, нет. Вот тогда и вопрос получается, если нет, то когда появится вот такая штука у вас церепра, что я айтишники возьму, там, целевой аудитории, которые стопутово, а руководители спуты, стопутово, например, купали, я залью туда и мне церепра выдаст еще 200 человек на основе анализа, вот сейчас вот эта модная тема нейронных сетей, проанализированных сотни факторов, где они писались в группы, соберет их общие параметры и выдаст мне еще 200 человек от целевой аудитории. Я запускаю на них таргет, и, ну, там, неважно, баннер, там, на сайт новый доз, и они все там с большой вариантом сконверксов. А так как бы с виду это обычные аккаунты, которые, ну, ни вообще не говорят. Когда возникают такие трудные вещи, мы на самом деле просматриваем по одному аккаунту и находим чего-нибудь интересное, либо хоть сколько-то смежное и через это идем. То, что ты сказал, есть интересная такая идея интересная парсера, когда тебе кидают список клиентов и даты, когда человек покупал. А мы с тем парсим без контакт и говорим, что человек перед тем, как купил эту штуку в контакте за две недели он делал вот такие-то вещи. И мы по всем людям проходим и находим похожие вещи. Вы находите местность где-то срок он делал прохладных. Нет, что вообще человек делал, что после этого он купил? Я не знаю, как это сработать, это еще не реализовано, это как пример того, что можно делать с небольшим. Коллеги, я думаю, что вам самое место в кулуарах пойти. Что еще? Я думаю, что мы на этом закончим, потому что по таймингу у нас уже пошло начало следующих докладов. Огромное спасибо перед всем. Спасибо.